Итак, всем привет, с вами Дугай. Начинаем играть за США в Виктория 3. Но партия, как обычно, не простая. Партия будет интересная. Я поставил себе цель, во-первых, принять монархию. Как вы можете видеть, вначале в теории это, ну, наверное, невозможно. Радикализация будет, хотя я еще попробую. Вместе с этим я подумал, что, ну, одна монархия это маловато, да? Давайте попробуем дойти до автократии в церкви, поставить государственную религию. То есть, ну, из США превратим максимально консервативную, абсолютную монархию с единой верой. При этом школы мы тоже сделаем религиозные. Я думаю, это будет одно из первых наших действий, чтобы верующих забустить, потому что они нам будут нужны. Потом у нас... Ладно, прав женщины и так нету. Возможно, мы сейчас свободу слова какую-нибудь попробуем отметить, но, в общем-то, вы поняли. Идею будем идти к максимально консервативной стране. Вот, может, какую-нибудь тайную полицию, что-нибудь такое замутим. То есть, цели у нас по карте, наверное, отсутствуют примерно. Ну, понятно, будем, скорее всего, здесь что-то захватывать. Доколонизируем Мексику, позахватим здесь, что-нибудь разберемся. Возможно, поколонизируем здесь, возможно, позахватываем здесь немножко нефти. Обычно, американские дела, ничего такого обычного. Необычного, я бы сказал. Начнем мы, пожалуй, с распределения бюджета. Все как обычно тоже. Немножко сократим вот так, я думаю. А вот это не слишком, потому что первый наш закон я бы хотел сделать... Ага, сделать вот так тогда. Я бы хотел сделать себе свободу совести, потому что хочется мне государственную религию. И это нужно, чтобы бустить верующих. Но от свободы совести интеллигенты не забомбят. От госрелигии забомбят. Так что, пока что даже давайте так попробуем. И, кроме того, я тут начал сразу душить интеллигентов. Потому что, ну, они хотят оставить законы, как сейчас. А я хочу их всех подкатывать. Интеллигенты всегда будут против. Абсолютно всегда. Так что их мы не хотим. Плантаторов в целом мы хотим скорее. Но, замечу, что монархию они не хотят, они против. Потому что они элитисты должны быть. Да, видите? То есть, это не старые добрые ребята, землевладельцы, которые хотят монархию. Хотят все вот это вот. Они немножко другие. Они хотят именно элитистами быть. То есть, видите, республика и в республике иметь власть. Ну и, конечно, они за рабство. Возможно, рабство я бы все-таки отменил. Не знаю. Это еще, так сказать, пока что мне не сильно интересно. Подумаем. Вообще, евангелисты против рабства. Так что, в теории, можно было бы, наверное, и отменить тоже рабство. Вот. Ну, опять-таки, это все мы посмотрим потом. Начинаем. Ну, и экономически я предполагаю, что наше развитие ничего не будет отличаться от любых других партий. Как всегда, строительные сектора, потом рудники, потом инструменты. И там уже будем смотреть, чего нам не хватает. Видите, железа нам сразу не хватает. Можем его подзакупить временно, потом будем производить. А вот он, запись переселения индейцев. Тоже этим мы займемся. Споро рабство, кстати говоря, идут. Если 10 лет, то... Ага. Кстати говоря, возможно, я бы не хотел убирать рабство тогда. По крайней мере, пока что. Ну и вот, смотрите-ка, вот что у нас тут есть. Перемещение индейцев. Либо за деньги. Иногда они меньше умирают. Либо просто вот так. Ну, давайте за деньги 2320 звучит не слишком дорого. Ну, и тут, кстати говоря, Мексика воюет с Техасом. Мы можем сразу же, наверное, напасть на Мексику, чтобы немножко помочь Техасу. Плюс, кстати, а мы можем орионеткой сделать. За 78 всего вещей, если что. Звучит, кстати говоря, нормально. Давайте так сразу и сделаем. И там Британия вступила за Мексику. Я могу позвать Францию за нас. Что ж, давайте, да? Да, я не очень как бы рад того, что Британия зашла. Но то, что Франция из-за этого зашла с нас, я думаю, в принципе, полностью это окупает. И вот поехали сюда британцы, сюда французы. Ну, эти ребята будут плюс-минус воевать за нас. Кстати, забавно, что здесь еще вот тут парень рабства хочет. Как бы, да? А здесь, кстати говоря, аболиционисты в евангелистах. Так что вдвойне, наверное, выгодно, если мы их немножко подбустим. И насчет рабства, кстати. Давайте сделаем классический наш прекрасный мув. Зерно. И делаем хлебные законы. Ну-ка, где этот прекрасный путь? Вот он. В теории, у нас они тоже должны прокнуть. Так, пошла война. Мы здесь наступаем. Отлично. Мы можем еще вот сюда пойти. Давайте перебросим туда чуть-чуть. Окей, будем... Ну, вроде пока все очень просто и красиво. Ой, здесь начинают разные прыгать ивенты. Плантаторы минус на все остальные. Плюс, кстати говоря. Возможно, так и стоит сделать. Просто по той причине, что... Именно плантаторы будут не против в основном. Кстати говоря, у нас закон наш задушили. Но можно еще немножко попробовать. Хотя... Блин, минус 10, минус 10 нет. Смысла пробовать дальше нету. Честно говоря. Интеллигенты хотят вступить в партию к евангелистам. Это отвратительно. Но надо подумать, что с этим сделать. Ой, можно поменять, так понимаю, лидера плантаторов. Годят из поста, а годят из государственной службы. Давайте из поста, из со службы. Кто теперь новый лидер плантаторов? А, он умеренный. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Вот таким вот мы образом сейчас попробуем цензуру поставить. Чтобы интеллигентов еще больше задушить. Мы пока что их, в принципе, успешно душим. И, блин, ну, очень меня раздражает то, что вот так вот они партию сделали. Хотя мы можем сделать, в принципе, вот так еще. Да. Слушайте. Так сказать... А, в чем минус, как бы? Вот так, и потом еще какие-нибудь законы попробуем пробить. Война тем временем здесь идет, на самом деле, успешно. Вы могли заметить, что, блин, у нас здесь нету... Типа, там у нас нету успехов. Но, ребята, это там у нас нету успехов. А здесь у нас вся война успехов на юге. Мы просто высадились и красим сейчас, как бы, Мексику. А здесь французы помогают нам держаться. И где-то, вы видите, вообще в Техасе там пробиваются. Так что, ну, высадки в этой игре просто, ну, имбапо полноценное. О, смотрите-ка, интересный еще ивент. Аналирует договор о переселении. Ну, допустим. Не знаю, что это сделает, но допустим. И, кстати говоря, у нас не прокают хлебные законы. Это любопытно. Возможно, из-за каких-то вещей, которых я не знаю, тогда можно, во-первых, вот это все отменить. А, во-вторых, давайте посмотрим, что у нас еще вообще на рынке необходимо. Нам инструменты мы скоро построим. Вот это нам нужно. Давайте закупим. Мета пока, в принципе, тоже можно немножко подзакупить. Но в основном нам еще их, конечно, построить надо будет. Ну, и Мексика таким образом быстренько сдается, я считаю. Сейчас, конечно, да, тут они что-то укрепили. Что-то вроде у них получше стало. Наши войска можно вот сюда перебросить, на другие нули. Ну, как бы, атакуем там, где ноль, в принципе. О, цензура принята. Интеллигентов сейчас зацензурируем полностью. И вот, Мексика наша варионетка, супер. Я думаю, партию мы начали в целом неплохо. Это нам пригодится и экономически, и еще рыночек тоже будет получше. А, война с Британией все еще идет. Почему? А, потому что у нас еще унижение висит. Кстати говоря, в принципе, можно пойти еще и сделать этот, как раз, бля. Ну, я не знаю, сколько нам это реально нужно. Ну, давайте, закинем сюда еще войска. Вдруг еще здесь что-то успеем подзахватить. Ну, посмотрим, подумаем. Скорее всего, на Белый мир сейчас выйдем. Но, если вдруг можно будет унизить Британию, почему бы, как бы, и нет. Второй раз, так сказать, в истории. Потому что первый был, когда мы получили независимость. И, слушайте, да, пошел счет вот сюда, в минус, видите. А, Франция высадилась просто в Британии. Ну, все, Британию мы еще и унизили. Надо было репарации добавлять. Ну, я уже не подумал, ладно. Франция предлагает торговое соглашение. Давайте, да. Но, ради хороших отношений с Францией, я бы сказал. Ну, и плюс, давайте сейчас солидно так с ними торговать начнем. Итак, смотрите-ка, можно обустануть плантаторов по отношениям. И я вот думаю, я сейчас пробую монархию просто принять. И смотрите-ка, пока вроде мы все чувствуем нормально. Так, ну, не надо менять отношения. Не надо вот этих еще больше злить. Пока что они, видите, разделились очень удачно для нас. И мы реально имеем шансы просто в первой серии принять монархию. И потом уже добивать всю интеллигенцию в нашей стране. О, против Британии было, наверное, унижение. Я, кстати говоря, не против. Путь к либерализму. Ребята, вы, блядь, уверены, что мы туда идем? Игра, по-моему, ты немножко не поняла, куда мы идем. Свобода торговли, свобода совести. Ребята, не туда, не туда мы идем. Что такое же Эль Снит? Селяне. Селяне реформы. Неинтересно. Радикализм еще страшнее, наверное. Тихо, ну ладно, у профсоюзов, наверное, плевать, кстати говоря. Вот профсоюзам давайте дадим что-то, потому что профсоюзы, они вон там находятся. В нашей стране такого, ну, как бы не принято. И... Мерика, факе, монархия? Вот она, император, император Беньямин Боллинг у нас, если что. У промышленников он почему-то, ну, допустим. И мне интересно, а плантаторы станут с элитистов обратно монархистами? Слушайте, монархия в первой серии принята, я считаю, это отличное достижение. У нас еще и цвет поменялся, и, ну, флаг, очевидно. Что ж, это приятно. Все это запустует, все это идет вместе с параллельным экономическим ростом. Но давайте теперь, я хочу госрелигию. Интеллигенты, я уже понял, что на них можно забить. Эти пусечки ничего нам сделать не могут. И мы их еще больше и больше будем давить. Так что идем теперь в госрелигию. Кстати говоря, смотрите, как быстро. У нас легитимность, да, у нас легитимность стала безумная теперь. Супер, супер. Представил наследник у нас. Господи. Как он выглядит прекрасно. Южный плантатор. Пойдет. О, смотрите-ка, законы против богохульства. Плюс лояльные фмии, ага. Но самое главное, минус срок утверждения. И просто посмотрите, как ракета летает. Так, воистину, да, воистину, слуги божьи. Вау, мелкий буржуа. Плевать. Просто. А вот и госрелигия у нас в стране принята. Что ж, а вообще можно будет... А, ну сюда, наверное, никто не хочет. Но посмотрим. Это мы взяли. Теперь давайте школу сделаем религиозными школами. Интеллигенты, вы там что, грустные, да? Какая жалость. Какая жалость. Минус 20, злость. Ничего, ничего. Мы сейчас здесь все по-своему сделаем. И не заставило это себя ждать. Все, вот религиозные школы у нас приехали. Слушайте, отлично, отлично. И давайте что подумаем. Летенд лечебницами. Конечно, я хотел бы госстрахования, потому что здесь лимит увеличивается на 2. Все-таки здесь именно фишка в том, что вложения дополнительные есть. Здесь это без разницы. Давайте тайную полицию еще сделаем себе. Как бы, да? Будем добивать все неугодные нам страны. Точнее, все неугодные нам группы интереса. 16 процентов. Как говорится, God bless America. Теперь, господи, ну... Тайная полиция есть, цензура есть. Можем запереть на критику сделать, но это позже. Еще жестче мы будем душить. У нас авторитета по 3, сколько появилось? 900. Просто безумие, хотя он бесполезен практически для нас, в принципе. Рабство можно отменить. Но это плантаторов задушит очень, кстати говоря. Ивангелиста плюс 40 будет. А надо что-то подумать с плантаторами сделать. Вот они у нас большие. Давайте теперь начнем, наверное, полицией заниматься или чем. У нас 98 легитимности. Мы законы будем принимать просто... Ну, вы видели как. Так что, да, наверное, стоит так сделать. Еще бы хотелось, наверное, вот сюда дойти. Опять-таки, кто это хочет? Это хотят плантаторы. Нам нужно плантаторов в правительстве, и мы сможем это провернуть. 53. Это, конечно, уже не так быстро. Не так просто все. Ну да, здесь по другому партию не построить. Интеллигенты хотят еще и в Виге. Господи. Вечно эти интеллигенты нам мешают. Что ж, давайте, наверное, начнем с профессиональной полиции. Нам уже не так сильно интересно планаторам давать власть. Поэтому давайте сделаем полицию получше. Пока у нас правительство очень хорошее. Может, еще какие-то законы посмотрим. О, а тут пошла контрреволюция. Восстановление закона Президентская Республика. Я успею этот закон принять? Слушайте, да. Если он сейчас примется, только, конечно. Он сразу не принялся, к сожалению. Как поддержка в массах в хорошем силам. Давайте, но... Нет, нет. Лучше лайлистов. Окей. Окей. Не повезло. Не фартануло. Президентская Республика. Окей. Там шанс, наверное, будет безумно большой. Нет, 25 всего лишь. И теперь мы немножко руиним нашу легитимность. Чтобы этот закон не принялся. Потому что мы, очевидно, хотим остаться в монархии. А, в общем-то, нам даже не нужно принимать. Я посмотрел. Убрал типа этот. Радикализм сразу упал до 10. Радикализм был такой большой из-за того, что мы приняли закон, который плататоры не любят. Что нам тут пройдет? Нам надо дождаться, пока вот этот дебавк пойдет. И станет, в принципе, нам получше. И единственное, что мне не нравится, что мы вернули монархию. А элитизм так и останется. Надеюсь, это можно обратно вернуть. Потому что игра не понимает, что происходит. Игра думает, что мы скоро монархию будем избавляться. Тут недавно была запись о том, чтобы избавиться от монархии. В общем-то, игра не понимает, что происходит. Ну и ладно. А наша экономика начала уже в плюс выходить. С теми же, как бы, расходами. Я не уменьшал расходы практически. Ну, чуть доходы повысил, как бы, да. Но все равно, видите, все равно мы в плюсе. И, на самом деле, можно реально вот так вот уже сделать обратно. Потому что, ну, радикализма такого, как по факту, нет. Можно еще вот сюда закинуть дополнительные налоги. Потому что авторить это все равно дофига. Это причем, что мы еще тратим на поддержку евангелистов, если что. И, кстати говоря, про поддержку евангелистов. Давайте подавим интеллигентов обратно. Ой, кстати говоря, тут у нас аппалиционисты. Могут быть либо, наоборот, рабство. Могут дать промышленникам рабство. Нет, ну, аппалиционисты. Все-таки рабство просто неэффективно, честно говоря. Так что, ну, надо, конечно, от него избавляться. Но мы здесь, почитай, строили нашу экономику для построек. Скоро мы начнем заниматься уже именно экономикой для добычи денег непосредственно. Типа, вот уголек нам нужен. Тут какие-то еще товары. Все будем сейчас начинать потихоньку подстраивать. И, кстати говоря, как вы могли заметить, свободную конкуренцию я тоже принимаю. Потому что, ну, она уж слишком эффективна. Так, и... Да, давайте помогаем им в переселении, чтобы население лишнее не терять. О, прикольно. Смотрите-ка. Можно еще забустить партию вигов. Тут у меня прошлый был ивент на партию вигов. Этот ивент на партию вигов. Я просто... Я... Вот... Если бы здесь не было интеллигентов, господи, как бы это было прекрасно. Но, к сожалению, евангелисты зашли в союз с интеллигентами. И, в целом, на самом деле, мне полезно бустить, опять-таки, евангелистов. Да и немножко интеллигентов ради вот этого, меняется, закона. Все-таки плататоров хочется понемножку задушить. И у нас правительство стало нелегитимным. Надо со всем разбираться. Блин, ну, как мне брать 10 политической силы минус интеллигентов? Надо брать. И здесь прекрасные ивенты. Прокуют нам. Вот это, насколько нам это нужно. Либо с наборцем. Я думаю, нам нужно краски плататоров теперь задабривать, чтобы убрать рабство. И потом, когда-нибудь в будущем... А, нет, они не против автократии, кстати говоря. Короче, да. Но надо убирать рабство, поэтому надо задабривать, начиная с плататоров. 11%? Ребята, бог в этой игре реально с нами, ребята, даже не знаю, что нам теперь тогда принимать. Полицию попробовать? Но нет, полиция это минус отношения с этими ребятами. Ну, вот этими очевидно ребятами. Даже реально не знаю, попробовать в автократию сразу же выйти. Мы можем, кстати говоря. Для этого нужно плататоров в правительство закинуть, только они хотят это. Я даже не знаю, а... С кем у нас будет легитимное правительство? Вообще ни с кем. Калет ему 41, он еще долго будет править. А он промышленников хочет. То есть, ну, вот сейчас в следующем мы бы точно смогли. А... Хм... Промышленники еще хотят партию вигов, господи. Ну, нет, нет. А давайте попробуем вот такой вот фигней заняться. И здесь автократия. И налоги самые низкие, чтобы... И минус вот здесь вот налоги, чтобы как можно быстрее этот закон принялся. Здесь есть уникальные ивенты. Невежественные массы, смотрите-ка. Ну да, 20 шансов утверждения за 10 престижа. Престиж пыль. Так что, конечно, берем. Мне интересно, да, у нас такие стояло здесь все лучшее. Вот здесь вот не стояло лучшее, а я решил проверить. У нас, кстати говоря, несколько светов не было включены в области. Ну, точнее, области эти были не включены. Конечно же, надо их всех включать. 40% императоров вмешиваются в политический процесс. И воля монарха будет исполнена в США, конечно. О, смотрите-ка. Можно еще поддержку военных... Это... получить. Слушайте, слушайте. Конечно. Да, автократия... Автократия будет принята. Это 74%, но уже пора. Я, конечно, понимаю, что вся моя удача потратилась где-то на 11%, те. Но, как бы, ну... Пора, пора принимать уже, я думаю. 74%, блин, это много. И ура. Автократия есть. Плюс еще один прекраснейший закон. И смотрите, сразу потомственные чиновники у нас принялось. Ага, видимо, там нельзя... Да, нельзя, чтобы избираемые были. Блин, кстати говоря, я бы, на самом деле, предпочел назначаемые. Они потомственные. А игра сама взяла и на потомственных скинула. Неприятно, неприятно. У них, кстати говоря, 17. А запрет рабства... Возможен. О! И мы сейчас запрещаем рабство. Все говорят, кто там его хочет запретить? А интеллигенты и юнглисты и профсоюзы. Блин. Блин, блин, блин. И юнглисты мы хотим. И все, да, наверное, как бы... А, ну вот что-то такое нам, наверное, и нужно, да? Что-то такое нам и нужно, промышленники, потому что наш император там. Плюс евангелисты, чтобы отменить. Селяне, наверное, уже, да, не поместятся. Профсоюзов вообще здесь нет. Короче, нормальная. 61. И запрет рабства, которым плантаторы, в принципе, позволят случиться. Появились движения, я бы сказал. Чтобы сохранить следы на рабство, но радикализм 0. Потому что у них всего минус 5. Главное, чтобы не было минус 10. Здесь достаточно быстро гуляйсика прокует. Хотя, конечно, могло быть еще быстрее. Но я не могу выкинуть каких-то людей, потому что все остальные не захотят, собственно говоря, его отменять. Надо, чтобы хотя бы кто-то в правительстве хотел. И прокают здесь такие уникальные, я бы сказал, ивенты. Шанс, популярность кого? Популярность селян? Нет, я бы не хотел, чтобы селяне стали слишком популярны. Так что давайте просто одобрение. Ура, товарищи! Хотя, ладно, мы не туда идем. Рабство отменено, и я просто сказал бы, что, ну, у нас полностью готов пакет законов, которые мы хотели. Теперь, может, еще, может, какие-то дополнительные немножко можно подменять. Там, типа, цензуру на запрет критики, в общем-то. Но почти все, что мы хотели, мы уже сделали буквально вот за, ну, 8 лет каких-то. На самом деле, ну, система законов просто невероятно нам благоволила сегодня. Да и, в принципе, она, на самом деле, не очень-то и сложная. Так что, ребята, пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я еще продолжил эту партию. Обязательно пишите. И, возможно, какие-то еще цели вам было бы интересно увидеть, чтобы я сделал. Вот, можно какие-то еще законы поменять. В принципе, мы очень много поменяли. Этническое государство мысли, что поставить не сможем. У нас просто никто этого не захочет. Это надо, чтобы как-то очень повезло, чтобы какой-то прокнул лидер нужный. Вот, в любом случае, пишите все ваши интересы, пожелания. А партия начинается интересно. В целом, я думаю, немножко еще поиграть, годиков так, 20-30 можно, ну, было бы, возможно, интересно. Вот, но все только, если вам это понравится, если вы хотите продолжения. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все, как обычно. И до скорых встреч. Пока.